Добрый день! Накануне состоялись выборы органов местного самоуправления ряда населенных пунктов Армении. Чем были примечательны эти выборы? Тем, что партия Никола Пашиняна, гражданский договор, потерпела сокрушительное поражение во многих населенных пунктах. Самая звонкая из них, она потерпела в Абувяне. Почему звонкая? Потому что в Абувяне Никол Пашиняна лично возглавлял предвыборную кампанию своего кандидата. Человека, которого никто не знал. Но действовали по принципу, хоть за швабру, но за фракцию мой шаг. Он приехал в Абувян, ходил по улицам, агитировал, митинговал. А его соперник представлял Лаги Кацарукяна, лидера партии «Процветающая Армения», действующий мэр Абувяна Лаган Гевуркян. Никол Пашинян шел, что называется, на все. То есть полиция задерживала сторонников его оппонента. Был применен такой дешевый испытанный фокус, как поджог автомобиля и двери дома одного из представителей штаба, кандидата партии Пашиняна. Этот фокус не нов. Злые языки утверждают, что в бытность своим редактором газеты «Айкаканжаманак» Никол Пашинян собственноручно сжег свой автомобиль «Нива» и свалил все на Гаги Кацарукяна. Через какое-то время, очень скоро, у него появился новый автомобиль и новая мебель в редакции газеты. Те же злые языки утверждали, что это Гаги Кацарукяна ему это все оплатил, с тем, чтобы Никол Пашинян перестал катить на него бочки. То есть фокус испытанный, фокус известный. То же самое делалось вчера в Абувяне. Ну, задерживали людей, полиция там искала какое-то оружие, давила на соперника. Но, тем не менее, Ваган Гевуркян победил. Проиграл Никол и в Спондаряне, там еще больше был отрыв, и в ряде других населенных пунктов тоже. О чем все это говорит? О том, что люди перестали доверять ему. О том, что эйфория спадает. О том, что Никол Пашинян, помимо того, что является политической дюймовочкой, стал еще и политическим импотентом. И никакая виагра в виде административного ресурса, силовиков и таких вот дешевых трюков ему уже не помогает. Он уже не может выиграть выборы в одном отдельно взятом городе Армении. Не может. Эйфория проходит. Люди считают, что вот то, что было в прошлом году, это осталось в прошлом году. А теперь все по-другому. Больше не верят его обещаниям, заверениям, а он злится. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Либо он скажет, что у нас такая демократия, что побеждают мои оппоненты, либо начнется очередная истерика, закручивание гаек, обвинение в службе бывшим властям, веттинг и еще бог знает что. Ждать осталось недолго. Подождем. Посмотрим. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok